Юные моряки из России, Индонезии, Японии, Южной Кореи и Китая подружески стоят бок о бок и ждут свои награды. Регата учебных парусников в течение нескольких дней радовала приморцев своей красотой и теперь подошла к своему концу. По словам самих участников соревнований, мероприятие получилось не столько спортивное, сколько просто необычное и интересное, потому как главными героями выступали обычные курсанты своих учебных заведений. Первый раз здесь прошла подобная регата и мне кажется, все было на высоте. Это большой показатель того, что Владивосток вполне может принимать такие соревнования. К тому же сюда удобно причаливать морякам почти со всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В первую очередь свои награды получили юные яхтсмены, которые проводили соревнования параллельно большим парусникам. Именно благодаря им был установлен своеобразный рекорд. Впервые в истории Владивостока на воду вышло одновременно более 140 парусных судов. Но интрига в главной номинации, увы, не сохранилась. Заветный кубок, первый в истории дальневосточной регаты учебных парусников, ушел экипажу местной надежды. Той самой, которая неслась к финишу под креном в 40 градусов. Экипаж, который постоянный на надежде, там человек 50, он работает очень давно, то есть все опытные. И 100 с лишним курсантов, то есть практикантов, которые проходят обязательную практику после третьего курса. Иностранцы тоже не остались без призов. Особенно заметны на празднике были индонезийцы, которые не просто встали в строй, а показали настоящую феерию танца, музыки и костюмов. Получая даже второстепенные награды, иностранные гости не умеряли свой жаркий пыл. Мы очень подружились с вашими моряками. Например, ребята с надежды были очень добры к нам, несмотря на то, что мы соперники. В целом чувствовали себя как дома. У вас даже местность и вода в заливе очень похожи на наши в Джакарте. После праздника на набережной все призеры отправились на остров для отдельных поздравлений от первых лиц в рамках Восточного экономического форума. Это в очередной раз подтвердило значимость спортивно-развлекательного мероприятия, которое отныне собирается стать традиционным. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.